Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях Татьяна Николаевна Мельник, главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства, которая часто бывает в гости нашей программы. Я уже не знаю, это к счастью или к сожалению, потому что проблема пандемии в том или ином варианте, она, к сожалению, остается. И сейчас возникает вопрос, уже мы подошли к этапу, к очередному этапу вакцинирования детей, подростков. Как это правильно называется, Татьяна Николаевна? Подростков. Подростков, да. Пока подростков. И вот сегодня наша программа посвящена этой теме. Тема сложная, потому что, к сожалению, те цифры, которые мы сейчас наблюдаем, несмотря на то, что масса всевозможных разговоров идет о этих самых штаммах, мы все такие уже опытные, все практически вирусологи в кавычках, но так или иначе, пока пандемия не уходит. Правильно я понимаю? Да, пандемия пока не уходит. Это значит, что мы должны по-прежнему себя оберегать. И не только себя, но и всю свою семью. Да. Ну, понятно, что трудно шел этап вакцинирования взрослых, а теперь мы подходим к вакцинированию детей. И вокруг этого много всевозможных было споров, но я так понимаю, что здесь у нас, в городском округе Люберцы, процесс начинается. Процесс пошел. Да, он уже начался. Ну, расскажите об этом. Ну, во-первых, мне хотелось бы сказать о том, что ковид – это вот то заболевание, которое на сегодняшний день идет семимильными шагами. И несмотря на все наши героические усилия, пока он не уходит, это заболевание, которое этот вирус не щадит никого, ни бедных, ни богатых, ни знаменитых, ни никого. И мы это видим практически каждый день, когда, скажем так, практически или почти здоровые люди, очень талантливые, очень знаменитые, которых мы все знаем, умирают. Когда умирают наши знакомые, наши близкие, это огромная трагедия в семье, и вот эта пандемия – это огромная трагедия всего человечества, потому что по всему миру это, конечно, цифры очень большие. Поэтому первоочередно – это мы должны себя защитить от этого заболевания. Способов защиты, их много, этих способов защиты. Но, к огромному сожалению, мы не всегда прибегаем к этим способам защиты в полной мере. Эти боли еще немножко расслабились. Да, или частично даже не прибегаем к этому, не верим многим. Хотя, когда человек болеет, он всегда обращается к врачу, и доверие к врачу есть по тому или иному заболеванию. И мы сейчас, медики, очень удивляемся, почему вот в частности по профилактике коронавирусной инфекции нам пациенты не доверяют, а больше доверяют соцсетям, где выкладываются иногда самые обычные фейки или та же информация, которая практически не соответствует. Все-таки врачи заканчивали медицинские институты, это 7 лет учебы, это знание, это повышение квалификации, это мы сталкиваемся с пациентами, у нас есть свой наработанный опыт. Поэтому, конечно, нужно доверять медицинским работникам. Ну, я так понимаю, что, наверное, это было связано с тем, что вакцинация все-таки пошла в массы, люди вакцинируются, но, тем не менее, вакцина не есть стопроцентная панацея. Вот нужно объяснить то, что многие не понимают. Некоторые считают, что я провакцинировался, можно не носить уже маску, можно расслабиться и так далее. Мы видим это, к сожалению, в больших городах. Люди как-то расслабились, несмотря на то, что штаммы меняются. И сейчас мы не будем обсуждать, легче он или не легче, потому что никем это не доказано. Ни одного такого научного подхода и описания нового штамма Omicron нет. Но мы видим какие-то сумасшедшие цифры заражения, и здесь идет речь о переносчиках. А переносчиками являемся все мы. И даже если человек провакцинировался, то вероятность его заболевания остается. Правильно я понимаю? Конечно, вероятность заболевания остается. Но человек, который провакцинировался и у которого выработался иммунитет, ведь вакцинация к чему приводит? К выработке иммунитета. То, что мы ожидаем. То есть того счета, который должен защитить человека. Но если даже он в полной мере не защитит этого человека, и человек заболеет, то организм уже имеет способности бороться с этим заболеванием. Ослабляет вирус. Ослабляет, конечно. И заболевание у этих людей протекает намного легче. Я хочу привести даже свой пример. Я человек очень послушный, как медик и как гражданин. Я привелась, получила прививку, спутник. Более того, я уговорила и доказала всем своим друзьям и знакомых. И они тоже привились все. И тем не менее, я заболела. И не просто заболела, я находилась в стационаре. Но благо, у меня заболевание протекало очень, так скажем, благополучно. Я выздоровела, вышла на работу. Но находясь в стационаре в ковидовском центре, я видела рядом пациентов, которые не были привиты. И вы знаете, я врач с огромным стажем работы. И мы, врачи, все видим и тяжелых больных, и, к сожалению, мы и смерть видим у себя на глазах. Но вот я даже испытала страх. Вот страх такой, знаете, чувство присутствия смерти. Когда рядом масса людей на аппаратах ИВЛ, когда круглые сутки эти аппараты ИВЛ работают в режиме пи-пи-пи, вот этот вот звуки вот эти. Когда люди лежат, со мной рядом лежала женщина в палате, которая круглые сутки находилась на кислороде. И как только она убирала маску, она просто задыхалась и начинала. У неё страх был ужасный. И она повторяла только одно. Почему я не привилась? Почему я не привилась? Потому что те, которые привиты, они болеют легче. Намного легче. Но вот здесь ещё один вопрос, такой важный. Уже перейдём к главной теме, потому что наверняка родители будут с особым вниманием смотреть эту программу. Речь пойдёт о вакцинировании детей. Но многие скептики или антивакцины, как их называют, они задают один вопрос, что вакцина вроде как и не страшна и вроде как нужна, но не ослабляет ли это персональный иммунитет? В каждом же человеке у нас и свой иммунитет. Как работает этот механизм? Вакцина, тем более сейчас говорят, нужно вакцинироваться желательно каждые полгода, как бы продлевать вот эту вот защиту дополнительную. Не расшатывается ли наш собственный внутренний иммунитет? Вот этот вопрос задают многие. Нет, наш собственный иммунитет не расшатывается. Наоборот, вырабатывается дополнительно. Ведь у нас много иммунитетов. Когда человек рождается, в родильном доме делают БСЖТ иммунитет против туберкулёза. Делают прибивку от гепатита от гепатита. Дальше идёт АКДС, полиамилит и так далее. И каждая прививка вырабатывает свой определённый иммунитет. И чем больше иммунитета будет, чем выше будет иммунитет у человека, тем он будет более стойким к различным заболеваниям. Поэтому не нужно говорить о том, что он подавит. Нет, наоборот. Это первое. Второе. Сейчас эта пандемия, этот вирус, он ещё, скажем так, он достаточно злостный. Хоть он и протекает где-то легче, где-то тяжелее. И говорить о том, что вот нынешний вирус, он намного легче, нет. Это неправда. Штамп. Штамп. Да, нет. Он, может быть, где-то не даёт таких осложнений. И люди не уходят на искусственную вентиляцию лёгких. И, наверное, это за счёт того, что уже есть выработанный какой-то общий иммунитет. Он ещё небольшой, но он уже есть. Вирус мутировал, но не мутировал так злостно, как он мутировал. Он не может обойти эти все. Да, он как бы не может обойти, он спотыкается об этом иммунитет. Сейчас мы говорим о том, что нужно прививаться каждые 6 месяцев, чтобы выработать коллективный иммунитет. Возможно, придёт такое время, может быть, это будет через год, может быть, через два, когда этот коллективный иммунитет выработается достаточный, и вирус мутирует так, что это будет обычный грипп или ОРВИ без всяких последствий. Я хочу сказать, мы уже будем с этим вирусом жить всегда. И это будет наш грипп. Вот мы перед началом программы говорили о исторических таких моментах, там, оспы и так далее. Но ведь оспу мы победили, и многие другие заболевания победили. То есть просто мы этот вирус можем каким-то образом преобразовать в нечто такое вяло-текущее. Конечно. Совершенно верно. Вот этим и добивается здравоохранение, именно вакцинацией, перевести его в такую вяло-текущую, как вы говорите, совершенно правильно, в банальный наш грипп. Ведь грипп – это впервые грипп уничтожил огромное количество населения на Земле, и назывался он «Испанка». Вы знаете, да? Его привезли из Испании. Всё проходило по той же самой схеме. Я хочу вам напомнить такую страшную болезнь – чёрная оспа, которая тоже унесла жизни очень многих людей на всей планете в своё время. И ведь благодаря вакцинации на сегодняшний день оспы на Земле нет. Но тогда тоже, это был 18-19 век, когда начиналась первая вакцинация, шла путём тыка буквально, вот-вот путём каких-то импровизаций. Тогда не было таких технологий, как сейчас на молекулярном уровне. И мне хотелось бы сказать, вот я даже специально шла к вам на передачу, и как раз по поводу оспы немножко, так бы сказать, подготовилась. Тогда тоже были противники. И вот даже могу зачитать вам. Давайте, давайте. Против вакцинации выступила немалая часть общества Европы и Америки. Речь идёт об оспе. Противники вакцинации выдвигали, как правило, три аргумента. Во-первых, обязательные вакцины означают посягательство со стороны государства на частную жизнь членов общества. Во-вторых, вакцинация должна быть добровольной, а не принудительной мерой. И в-третьих, сама вакцинация может быть опасной для здоровья. Ну, прям как сегодня. Вам ничего не напоминает это? Прям как сегодня, да-да-да. Разве что нет остального, что чипирование. Ещё понятия такого не было. А так, всегда общество, часть общества выступала против чего-то. Но, тем не менее, те меры, очень жёсткие меры, которые приняли во многих странах, и Европы, и Америки, и тогда в Советском Союзе были жесточайшие меры, мы победили ОСПУ. В 1979 году Всемирной организации здравоохранений было сказано, ОСПУ на земном шаре нет. Ну, если посчитать, да, если там посчитать, когда она началась, то процесс, в общем-то, был длительный. Даже в мумиях фараона находят ОСПУ. То есть фараоны – это 2-й, 1-й, 3-й век до нашей эры – была ОСПУ, и ею болели. Вот поэтому можно задуматься для того, чтобы сократить вот эти десятилетия, когда Всемирная организация здравоохранения заявит о том, что коронавируса нет, или он там превратился в какую-то, условно говоря, традиционную болезнь, от той скорости, от той заинтересованности каждого, наверное, зависит. Правильно? Почему? Потому что мы же до сих пор не получили иммунитет такого общенационального. Пока нет. Сколько сейчас там примерно? К 70-ти ещё не подошли, по-моему. К 70-ти мы ещё не подошли, поэтому, конечно, если бы хотя бы процентом 80 населения было привитое, какая-то часть населения переболела, тоже вырабатывается иммунитет, то вирус мутировал бы в сторону уменьшения своей вот такой злостной структуры. Но мы сегодня хотим о детях поговорить. Да, мы поговорим о детях, но у нас во второй части это будет очень глобально. Я ещё хочу, чтобы мы перешли на вакцинирование детей. Именно вспомним ещё одну историческую личность – это Екатерина II, которая взяла и вакцинировалась, как бы показав «я ничего не боюсь». И ещё сама вакцинировалась, и внука своего вакцинировала. То есть всё-таки, наверное, зависит от понимания взрослых, как вести себя дальше. Она не только внук, она вакцинировала мальчика, которому потом присвоила фамилию Вакцинин. В честь как раз вакцины, которая после неё. Я думаю, что эта прогрессивная женщина была на то время примером для всех и для всего. И вот в этом она была просто большая умница, что она первая сделала шаг и показала, что да, вакцина работает, и никто не должен погибать от такого заболевания. Во второй части мы расскажем о том, как, в общем-то, началась вакцинация детей в городском Уклюберсе, да и, в общем-то, по всей стране. Конечно, вопрос очень сложный, и мы пытаемся его рассмотреть с самых различных сторон. Но главный момент, вот при переходе на эту тему, всё-таки почему люди психологически некоторые не могут перешагнуть через это, вакцинироваться? Почему они боятся? Почему ни один довод не принимается? И мало того, они не то, что детей, себя не хотят вакцинировать. Это какой-то психологический, что ли, сдвиг в человеке? Или это просто незнание чего-то, непонимание? Вы знаете, это непонимание. Непонимание того, что каждый думает, меня это не коснётся. Мимо пройдёт. Мимо пройдёт, да. Что нет, я вот не бываю, я там то, и меня это не коснётся. Нет, это коснётся любого. Вирус не выбирает никаких вот таких вот. Он косит, что называется, всех. Но, к огромному сожалению, здесь большое значение имеют наши соцсети и интернет, где начинают писать всё, что угодно. Люди читают. Да, но это похоже, как... И это что-то откладывается. Как приходит пациент к любому врачу, даже не будем сейчас в ковиде говорить, да, и начинает рассказывать, как его нужно лечить, не дослушавши, что врач-то вообще скажет. И врач говорит, а вы в интернете прочитали? Да, да, да. К сожалению, сейчас много пациентов приходит, и когда мы начинаем им рассказывать, чем мы будем вас лечить, как, пациент начинает выдвигать. Я прочитала в интернете, вот мне нужно вот это, вот это, вот это. Вот это тоже минус. Сейчас, отталкиваясь от мифов, слухов и так далее, во второй части нашей программы мы и поговорим о вакцинации детей. Дождитесь. Напомню, что эта программа «Открытые диалоги». У нас в гостях сегодня главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Николаевна Мельник. И говорили мы на самые разные темы в этой студии, но сегодня поговорим, пожалуй, о довольно-таки сложном выборе, прежде всего взрослых людей, родителей, о вакцинации детей, антиковидный вот этот процесс, который продолжается. Об этом говорили долго, какое-то время молчали, потом появилась возможность, я так понимаю, чисто вакцинировать именно той вакцины, которая разрешается для детей. Она, насколько мне известно, слабее. Она слабее, да. Вот давайте поговорим о том, то есть процесс официально пошел. Как он проходит в городском округе Люберца и что нужно сделать для тех, кто готов, например, привезти ребенка, в каком возрасте, куда, как это все происходит. Но к вакцинации детей мы готовились уже достаточно давно, потому что мы понимали, что придет момент, когда этой болезнью будут болеть и дети. Они болели с самого начала, с самой первой волны. Но в первую волну, это были единичные случаи, буквально единичные случаи, во вторую волну этих детей стало побольше. Побольше их стало и в третью волну. Но та волна, которая идет сейчас, вот сейчас болеют очень много детей. Более того, болеют новорожденные дети. Это дети, у которых возраст 3 дня, неделя, 10 дней. Болеют дети, и дети, которые не рождены от мам, болеющих ковида. Это дети, которые точно так же заражаются ковидом от взрослых, от родственников, от друзей, которые приходят в гости. И просто гуляя во дворе с коляской и общаясь с какими-то людьми, которые уже потенциально являются носителями коронавируса. То есть сейчас время носителей, когда некоторые люди даже вообще, не то, что само слово бессимптомно, человек просто прошелся, заразил. И поэтому вот этот подъем, который мы сегодня ежедневно видим и в интернете, и на телевидении в разы, он идет за счет детей. Потому что точно такое же количество детей болеет, как и взрослых. Слава богу, дети не болеют так тяжело. Ну, скажем так, слава богу, пока. Мы не знаем, что будет дальше. То есть они, как правило, эту болезнь переносят в домашних условиях. Температура, да? Температура. Как правило, эта болезнь начинается с того, что у ребенка покраснение горла, как бы начинается ангина, першит в горле, головные боли. Все это сопровождается подъемом температуры. Причем температура может утром быть нормальная, в обед 37, к вечеру под 40. То есть вот моментально. У этих детей могут быть проявления, диспептические проявления, а именно тошнота, рвота, жидкий стул. То есть расстройство организма. Да, то есть вот такое расстройство организма. Вот это первые симптомы возможного заболевания ковидом. Это, конечно, может быть и банальная орвиангина. Но, как правило, мы должны думать о том, что, возможно, это ковид. А как дальше развивается эта болезнь? Вот вы говорите, что дети пока болеют, то есть не подключают их к аппарату искусственного дыхания. Вот как долго это может продолжаться? Это неделя-две? Ведь, понимаете, страшен не сам вирус, как страшны его осложнения. И вот если эти осложнения будут развиваться у детей в таком достаточно большом темпе, пойдет поражение легких. А поражение легких приводит к тому, любое поражение, и воспаление, и любое поражение, может быть, легких, приводит к тому, что начинается дыхательная недостаточность, дети уходят на аппараты искусственной вентиляции легких. Но самое страшное то, что даже при том, при всем, что дети болеют не так жестко и не так тяжело, как взрослые, потому что взрослые имеют уже груз других заболеваний. Ожирение, сахарный диабет, гипертоническая болезнь и другие заболевания. Все-таки дети еще не имеют этого груза, таких заболеваний. Но, тем не менее, последствия точно такие, как и у взрослых. Я достаточно давно работаю в здравоохранении, а с детства работаю уже 15 лет. Работаю как главный врач, возглавляя в том числе и детские учреждения. Мы никогда не видели детей с инсультом. Никогда. У нас сейчас лежат 4 ребенка с инсультом. И это инсульты, связанные с перенесенным ковидом. Потому что ковид поражает стенки сосудов, способствует формированию тромбов, а это приводит к тромбозу тех или иных сосудов. Это могут быть крупные сосуды, это могут быть мелкие сосуды. Это поражение мелких сосудов головного мозга. И получается, я не удивлюсь, если завтра поступят дети с инфарктом, потому что идет поражение тромбоз сосудов, поражение сердца. У нас прошло достаточное большое количество детей через нашу больницу, у которых поражены почки, потому что именно по сосудам почки идут вот эти изменения, и по почкам идет один из ударов. Буквально неделю назад мы одного ребенка перевели в другое лечебное учреждение на искусственную почку. И девочка до сих пор находится на искусственной почке. Это дети, перенесшие ковид. Сегодня дети, которые поступают к нам в детскую больницу, а к нам везут сюда практически всю Московскую область, если дети переболели ковидом, это значит самая большая настороженность во всем. Потому что осложнения точно такие, как у взрослых. То есть как бы моментально все эти болезни неожиданно... Начинают проявляться. Как вы говорите, молодеют. Молодеют, да. А они фактически для любого человека, начиная с рождения до смерти, эта болезнь может у него проявиться после ковидного заражения. Ну и после вот этих вот печальных фактов, о которых вы рассказали, давайте перейдем, собственно говоря, к самой вакцинации. Почему ее не начали делать сразу? Это первый вопрос. Насколько сегодня мы готовы к вакцинированию? И третий вопрос, глобальный, чтобы вы ответили. Насколько у нас родители готовы к этому? Ну, почему не начали делать сразу? Потому что им нужно было создать вакцину. Именно для детей? Да, именно для детей. И организм другой? Да, немножко другой организм, немножко другие дозировки. У детей противопоказаний очень мало. Потому что для вакцинации противопоказаний нет практически вообще. Вот легче перенести вакцинацию, чем, извините, умереть от ковида. Вот тут надо выбирать что-то одно. Или иметь грозные осложнения, последствия которых будут до конца жизни. Вот когда подумаешь сделать вакцинацию, или потом страдать чем-то, вот, наверное, нужно как-то вот эти весы посмотреть, в какую сторону они пойдут. Это первое. Создали вакцину. Второе. Как мы готовы? Мы готовы. Потому что подготовка к этому началась уже в течение, ну, практически полугода. Потому что медицинское сообщество ожидало то, что дети тоже начнут болеть. Мы в кабинетах вакцинации приобрели камеры морозильные. Да. Потому что вакцина должна храниться так же, как и взрослая вакцина в морозильных камерах. Мы составили списки всех учащихся школ и учебных заведений в возрасте от 12 до 17 лет. Да. Это возраст вот этот, как раз, когда заканчивается детство 17. И мы начали по школам уже вести работу с тем, чтобы родители давали информационное согласие на вакцинирование детей. Вакцину мы получили. Наш округ получил вакцину. Она находится в наших кабинетах вакцинации. И мы уже в районе начали вакцинацию. Как проходит вакцинация? Что должен сделать родитель, чтобы провакцинировать ребёнка? Родитель должен подписать информированное согласие. Что это такое? Это бумага, в которой написано, что вот мама такая-то, такая-то, даёт своё согласие на проведение вакцинации. И она ознакомлена там со всеми правилами и роспись мамы. Хочу сказать, что вот в четверг, послезавтра, мы выезжаем в одну из школ, где уже 30 детей мамочки дали согласие. И вообще по нашему округу достаточно уже количества родителей, которые дали согласие информированное на вакцинацию. Мы уже начали эту вакцинацию, и сейчас будем её продолжать, эту вакцинацию. Важно ещё отметить, мы поняли, что финальная точка – это 17 лет, потом уже как бы взрослая вакцинация. Это уже период взрослости. А с какого возраста? Именно с 12-ти начинается? Да, с 12-ти лет. То есть до 12-ти пока? Пока нет. Но хочу сказать, что сейчас разрабатывается вакцина. И я так думаю, что даже, возможно, в этом году вакцинация начнётся с двухлетнего возраста. Но пока с 12-ти до 17-ти. Знаете почему? Потому что болеют маленькие дети в том числе. Пока с 12-ти. Как мы выяснили и не раз ещё говорили, что сейчас звучит, может быть, не очень красиво, но дети хорошие переносчики, потому что они всё время в семье, они на улице гуляют, они в школе. Пока школы, я так понимаю, всё-таки, наверное, потихонечку где-то будут и переходят на дистанцию, если большое растёт заболевание. Но ребёнка же не всегда удержишь, да, если более-менее... То есть если в классе кто-то заболел, а остальные дети не болеют, они же на улице. Они пойдут на улицу, они пойдут на каток, они пойдут куда-то развлекаться, они будут встречаться во дворах. И дети, с учётом того, что они как бы большими группами находятся в социуме, они как раз и будут переносчиками этого заболевания. И они будут заражать взрослых детей и маму, и папу. Хотя, с другой стороны, и мама, и папа болеют и заражают своих детей. Поэтому я думаю, что сейчас школы приведут определённые ограничения, уйдут на дистанционное обучение, что у нас, в общем-то, уже было. И, может быть, вот этим мы прервём эту цепочку с одной стороны и вакцинации с другой стороны. Ну, грубо говоря, до летних каникул будет такой сложный период, когда нужно и решить вопрос, возможно, с каким-то переходом, пока у нас нет такой официальной информации, чтобы глобальный был переход на дистанционное обучение. Но, помимо всего прочего, это, конечно же, провакцинировать детей. И судя по тому, что вы говорите, ну, многие переживали, в том числе люди, которые занимаются пропагандой вакцины, можно так сказать. Но взрослые идут на этот шаг. Некоторые идут совершенно добровольно, им не нужно рассказывать, что не бойтесь вакцинировать детей. Вы знаете, я так думаю, что вакцинировать детей будут те взрослые, которые сами переболели, и переболели нелегко. Почувствовали это. Это первое. Второе, мне хотелось бы обратиться к нашим родителям. Когда болеет взрослый человек, это очень тяжело. Переживают родственники, переживают близкие, это всё. Но когда болеет ребёнок, болеет вся семья. Вот реально болеет вся семья. Потому что те переживания, которые связаны с болезнью ребёнка, они совершенно несравнимы с теми переживаниями, когда болеет взрослый человек. Уберечь своих детей – это наша с вами задача. Потому что это наше будущее, это наша жизнь. Это наше всё. Это наше всё. Это продолжение жизни на земле, в наших детях и в наших внуках. Поэтому тут, наверное, взрослым нужно подумать. Вот должны мы защитить этого маленького человечка, которого только мы можем защитить? Или, может быть, мы будем думать, а вдруг, а как, а что, а вдруг пронесёт? Ну да, одно дело, когда ты сам думаешь, другое дело, когда ты за кого-то думаешь. Да, за ребёнка. И у нас совсем мало времени остаётся. И так мы поняли. Первое. Сила вакцины гораздо меньше, чем взрослая. Да, на 5 раз меньше. То есть она просчитана именно на детей. Пока вакцинировать можно детей с 12 до 17 лет. Возможно, уже в этом году появится вакцина с 2-х летнего возраста. И последний, финальный вопрос. Мы поняли, что заполняется информационное сообщение, согласие родительское. Где можно сделать вакцину? Только у вас? Нет. Все детские поликлиники, которые находятся на территории нашего Люберецкого округа, во всех детских поликлиниках будет проводиться вакцинация. Кроме того, вакцинация будет проводиться в школах. То есть у нас есть специальные такие сумки-холодильники с ладоэлементами, куда мы закладываем определённое количество вакцины, и в определённое время мы выезжаем в школы. Вот, например, любая школа, которая говорит о том, что у них 30 детей или 20 детей готовы. Вот они уже прям все сидят под кабинетом, ждут. Машина выезжает с вакциной, потому что там холодовая цепочка достаточно такая серьёзная, и приезжает, и сразу этих 30 детей вакцинирует. Они получают сертификаты какие-то? Да, они будут получать сертификаты и QR-коды, по которым они могут посещать, ну, как и все взрослые. Как взрослые. Ну что ж, Татьяна Николаевна, я очень надеюсь, что когда-то приёт время мы вас пригласим и будем обсуждать, как всё хорошо закончилось и всё провакцинировались. Я тоже так надеюсь. Ну а сейчас мы с вами прощаемся. Желаем вам хорошей работы, хорошей с точки зрения понимания, прежде всего, пациентами, что происходит. И в вашем лице желаем всему коллективу пережить очередной такой сложный период. Мы вроде бы как привыкли, причём, мне кажется, уже и врачи привыкли, и мы привыкли, но расслабляться, как у нас принято говорить, рано. А мне хочется пожелать всем родителям, чтобы их дети всегда были здоровы и приносили им только счастье. А для этого нужно, чтобы родители осознанно относились к здоровью и к будущему своих детей. Татьяна Николаевна Мельник, главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»